Недобрым выдалось утро и для некоторых автолюбителей. Сегодня судебные приставы Челнов провели совместную проверку с авто и налоговыми инспекторами. Спецоперация прошла на контрольно-пропускном пункте Тул-1. Сотрудники ГИБДД останавливали машину, а специалисты проверяли, не являются ли водители должниками. Подробности у моей коллеги Эльмиры Гайнудиновой. Участники рейда были на месте в 6.30 утра. По словам специалистов, это лучшее время для поимки должников. Кто-то едет на работу, кто-то в командировку. Вот и на этот раз, несмотря на огромный поток машин, без улова не обошлось. Так у автолюбителей из Утмуртии имеется задолженность по транспортному налогу. Машину угнали, с учетом не снимают ее. Почему не снимают? Потому что машина проходит по уголовным делам. А что за уголовное дело, что произошло там? Махинация с автомобилем. Сотрудники ГИБДД, налоговые инспекторы и судебные приставы действуют по отработанному сценарию. Автоинспектор останавливают машину, а специалисты проверяют по базе данных, нет ли неоплаченного транспортного налога, непогашенного кредита, долга по алиментам и чего другого. Причем в сети попадают как плательщики, так и должники. Однако, если проблем нет, через минуту автолюбитель может продолжить свой путь. Должникам давалась возможность расплатиться прямо на месте. При этом, если сумма долга больше трех тысяч рублей, на имущество накладывается арест. Порядка десяти человек каждую неделю остаются без транспортного средства до тех пор, пока не погасит долг. Чтобы не доводить ситуацию до принятия принудительных мер, рекомендую своевременно проверять и погашать задолженность на сайте ФССП России по республике Татарстан, либо мобильном приложении ФССП. Лидируют в рейтинге задолженностей и фискальные платежи, например, по налогам. Далее следуют штрафы в различные инстанции, неоплаченные коммунальные и кредитные платежи. В ходе такой спецоперации выявляются не только должники челнинца, но и жители других городов, чей путь лежит через автоград. Такие совместные проверки сотрудников разных организаций проводятся один раз в неделю.